Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. 30 миллионов рублей мимо кассы. На заводе в Ульяновской области незаконно сбывали нефтепродукты. Грузовики разбили улицу Портовую. Дорога на речпорт поползла. Что будут делать дорожники? Ульянов состали очевидцами пожара в Шереметьево. Оружие за лучшие песни. В Ульяновске прошел конкурс «Марш Победы». Неделя перед главным праздником весны началась с осмотра строя и песни лучших команд региона. На «Марш Победы» приехали школьники, юно-армейцы и кадеты, чтобы отдать дань уважения героям и побороться за призовые места. Зачем это нужно подрастающему поколению, расскажет Виктория Черкова. Общеобразовательные организации подготовились к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 43 команды кадетов и школьников участвуют в смотре строя и песни под названием «Марш Победы». На площади Ленина собрались лучшие из лучших победители школьных и районных этапов конкурса «Строя и песни». Региональный смотр начался с построения на плацу. Сначала гимны приветствуют, чуть позже присяга новобранцев в юно-армии и вручение удостоверений. После официальной части юноши и девушки в ярких формах приступили к выступлениям. Сначала строевая подготовка. Ребята соревновались в четкости выполнения команд. По словам организаторов, участникам было за что поворотиться. Для победителей приготовлены отличные призы. Они борются за наборы оружия, тренировочного оружия. Вы знаете, что сейчас активно восстанавливаются в школах, так скажем, спортивно-военные полигоны, тиры. Конечно же, участники съехались на «Марш Победы» не только ради подарков и кубков почета. Василий Калякин из Ишеевского лицея понимает, для чего нужны подобные мероприятия. Мы показываем свой патриотизм, показываем, как любим Родину и так далее. В общем, можно сказать, отдаем честь всем павшим во время войны и ветеранам. Все отряды показали строевую и начали готовиться к самой яркой части состязания – исполнению патриотических песен. Красные береты юнормии уже на репетиции продемонстрировали свой азарт и харизму. Пели, маршировали, да еще и присвистывали. Ребята старались, комиссия оценивала. Результаты будут известны на этой неделе, накануне Дня Победы. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Страшная трагедия произошла вчера в московском аэропорту. На борту самолета «Суперджет», который горящим приземлился в Шереметьево, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По сведениям Московского межрегионального управления Следственного комитета на транспорте, погиб 41 человек. В их числе один член экипажа. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета запросил аварийную посадку из-за возгорания на борту. Пассажиров и экипаж эвакуировали под надувным трапом. Пламя удалось потушить лишь через полчаса. В это время посадки на свой рейс до Риги ждал Андрей. В столицу Латвии он возвращался на работу после проведенных в Ульяновске выходных. Короче, лететь после того, как увидел, как садится на землю полностью пылающий в огне самолет, не очень удовольствие. Более 100 рейсов было отменено или задержано. По основной версии, причиной возгорания могло стать попадание молнии. По следам оползня вблизи грузовой восьмерки на улице Портовая вновь появились трещины в асфальте. Ситуацию взяли под контроль представители городской администрации. Первая трещина на дороге, ведущей к центральному пляжу и речпорту, появилась как минимум в 2017 году. И трещины продолжают появляться. Дорога проваливается из-за того, что по ней курсируют самосвалы, вывозящие из речного порта песок и пескогравийную смесь. Трещина, которая появляется на правой полосе, это последствия того, что левая полоса садится и тянет за собой правую полосу. Это все исключительно в результате тех подвижек, которые происходят под воздействием тяжелой техники. При этом полотно не предназначено для проезда автомобилей выше 10-12 тонн. Соответствующие запрещающие знаки установлены. По словам Сергея Гигерева, геологические изыскания показали, нужно полностью перестраивать полотно, заменить грунт и сделать бетонную подушку. Однако зимой проводить подобные работы невозможно, а летом блокировать единственный проезд к пляжу городоначальники не могут. На сегодняшний день ведется наблюдение и вырабатывается комплекс мероприятий по окончательной стабилизации данного сооружения. При этом мы договорились, указали и попросили ГИБДД о том, чтобы они усилили работу, связанную с движением грузового транспорта. На данный момент трещины заделывают дорожную службу. Управда.ру следит за развитием событий. Ульяновские правоохранители выявили факт незаконной предпринимательской деятельности. На территории Новоспасского района работало предприятие по переработке нефтепродуктов без соответствующей лицензии. Переработанное сырье реализовывалось в других регионах Приволжского федерального округа. На промышленной площадке полицейские обнаружили 17 резервуаров различного объема с дизельным топливом, примагонным бензином, газовым конденсатом и мазутом. Предварительный доход оценивается в 30 миллионов рублей. В настоящее время по данному факту следственной частью Следственного управления УМВД России Пулианской области возбуждено уголовное дело по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное предпринимательство. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. В Сингиле в седьмой раз прошел турнир по дзюдо, посвященный годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. За 14 комплектов наград боролись почти 150 юных спортсменов из Ульяновской области, Татарстана и Марии Эл. Половину золотых медалей завевали спортсмены ульяновских клубов. Настойчивость, упорство, результат. Эти слова зашифрованы в названии казанского клуба дзюдо «Нур», в котором занимаются десятки юных спортсменов. Самые лучшие из них в минувшие выходные приехали в Сингилей, чтобы побороться за награды турнира, посвященного 74-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. Этот турнир именно важен для опыта. Мы тут не ставим перед ребятами свою задачу выходить, всех выигрывать, с медалями уезжать. Они работают на определенный этап обучения, мы работаем по программе, по своей клубной. Турнир, что проводится в Сингилейском фоке «Олимп», можно считать уникальным. Он принимает спортсменов не старше 10 лет. Подобных соревнований в положении для этой возрастной группы дзюдоистов можно пересчитать по пальцам одной руки. Подрастающие поколения надо уже приучать к спортивной жизни, к соревновательной обстановке, где они пристрелялись, где они смогли продемонстрировать то, чему они научились на тренировках. Сингилейский турнир, прошедший уже в седьмой раз, обновил рекорд по количеству участников. За один день на татами вышли почти 150 юных спортсменов из Ульяновской области, Татарстана и Мариэл. В бескомпромиссных поединках на кону не только медали и грамоты. Почему едут сюда ребята? Да потому что они в самом деле дорожат традициями, они дорожат историей. И накануне 9 мая, через 9 мая показать себя, поддержать традиции является основой или важной составляющей. 14 комплектов наград разыграли участники седьмого турнира, посвященного 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Половина золотых медалей, семь, отправилась в Ульяновск, по две – в Казань, Мариэл и Радищево. В Сингилее осталась одна награда высшей пробы. Ее для команды хозяев завевала Софья Кудяева, воспитанница тренера Михаила Нихаенко. Михаил Рассашанский. Новости ульяновской правды. Без пяти сто лет. Ульяновскому дворцу культуры имени 1 мая исполнилось 95 лет. Торжественная программа «Этапы большого пути», посвященная юбилею, прошла накануне. В 1924 году работники патронного завода на собственные средства возвели новое здание клуба, ставшее центром культуры для всей нижней террасы. Открытие здания было приурочено ко дню весны и труда. В честь праздника Дом культуры и получил свое название. В тяжелые годы Великой Отечественной войны учреждение продолжало работу. Творческие коллективы дворца выступали в госпиталях и перед жителями района. А в 1987 году было построено новое четырехэтажное здание дворца. Спустя 95 лет учреждение продолжает радовать жителями района интересными программами. В честь юбилея в стенах ДК прошла праздничная программа. В фойе была организована выставка творческих работ ребят из коллектива дворца. В самом концертном зале лучшим работникам учреждения вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Далее для всех гостей выступили именитые творческие коллективы. Цирковая студия «Орхидея», ансамбль песни «Калина Красная», государственный ансамбль песни и танца «Волга», образцовый детский коллектив, спортивно-цирковая студия «Импульс» и многие другие. Анна Тищенко, новости Ульянской правды. 4 мая 31-я гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ отпраздновала 21-ю годовщину со дня образования. На территории прошел праздничный митинг, посетить который могли все желающие. Поздравили военнослужащих председатель правительства Александр Смекалин, глава города Сергей Панчин. Наш регион гордится, что стал вашим домом. И сегодня вы являетесь неотделимой частью нашей Ульяновской области. Мы с гордостью смотрим на вас. Мы берем с вас пример. Наш подрастающее поколение стремится быть похожими на вас. Отличившимся десантникам вручили медали за воинскую доблесть. После торжественного построения личного состава состоялись показательные выступления военнослужащих, которые открыл сводный военный оркестр Ульяновского гарнизона. Гвардейцы продемонстрировали навыки строевой подготовки, синхронные приемы с карабинами. Разведчики показали преодоление полосы препятствий, приемы рукопашного боя и захват объекта. Также для гостей подготовили выставку образцов автомобильной техники, оружия и средств связи десантников. Майские праздники традиционно знаменуются началом работы в садах и огородах. Региональный праздник День садовода прошел в СНТ Вишневый сад Ленинского района. На сегодняшний день в области зарегистрированы 238 садоводческих товариществ и 164 тысячи садовых и огородных участков. В регионе разработан план по развитию инфраструктуры в границах СНТ на 2019 год, который включает работы по водоснабжению, электрификации, строительству и ремонту дорог, благоустройству территории и газоснабжению. Сумма средств, которые потратят садоводческие товарищества на проведение работ, составит порядка 140 миллионов рублей. Завтра, по сообщениям синоптиков, в регионе ожидаются переменные облачность, местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 19 градусов тепла. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням 18.50. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok